Доброго дня! Сейчас мы с друзьями читаем и обсуждаем книгу Рая Брэдбери «Виной задуванчиков». И мне захотелось поделиться с вами одним красивым фрагментом, который звучит в самом начале. Виной задуванчиков. Самые эти слова точно летом на языке. Виной задуванчиков. Пойманное и закупоренное в бутылке лето. И теперь, когда Дугла знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора дуванчиков, тоже закупорить и сохранить. А потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел. Может быть, это чудо позабылось. И хорошо бы его снова вспомнить. Вот тогда он его откупорит. Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес. И надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках в влажный сумрак и протянуть руку. Мне кажется, что у каждого где-то в закормах души стоит такая бутылочка иная из дуванчиков с особенными воспоминаниями, важными разговорами, которые сохранились где-то в сердце, встречами, событиями. И это то, что как раз сейчас можно достать и поделиться с друзьями, наполнить самих себя. А еще с другой стороны, это вино из дуванчиков мы собираем каждый день. И то, что мы сейчас сидим дома, не мешает увидеть что-то необыкновенное в обыкновенном, сделать каждый день особенным и потихоньку собирать и копить, и настаивать. Это вино из дуванчиков, вино для души, вино, которое возвращает вдохновение, вино, которое наполняет силами. Я желаю, чтобы каждый день у вас был особенным и чтобы частичку каждого дня хотелось сохранить на сердце.